добрый день дорогие подписчики сегодня у нас наконец-то состоится очередной прямой эфир после долгого перерыва и сегодня мы будем говорить с анной матрёниной о карьере оперного певца в европе пожалуйста дайте знать как видно как слышно все ли в порядке так я рада что у нас хотя бы есть люди сегодня не всех забанил инстаграме так я видела чью-то заявку я не знаю это она или нет если она пришлите пожалуйста еще раз тем кто присоединился недавно сегодня мы обсуждаем карьеру оперного певца в европе будем обсуждать оперное прослушивание как готовиться к конкурсам как составлять резюме провала тоже будем обсуждать так анну вижу уже здравствуйте она видно меня так вы не отлично тогда мы начинаем так начнем давайте сначала расскажите немножко себе где вы учились кто вы где вы живете информацию который на всем кто за день спасибо большое что пришли на этот эфир спасибо всем кто смотрит записи меня зовут анна матрёнина я сам родом из нижнего новгорода я закончила московскую консерваторию по классу хорового дирижирования в 2016 году и сейчас вот я заканчиваю этим летом мастером мастер по специальности оперный вокал такой вот у меня получился путь мой музыкальный ну и сразу конечно спрошу как это отличается система образования ну конечно да какие-то обучения певцов в европе и в россии может быть что то не вы знаете вопрос достаточно сложный для меня потому что я все как я уже сказала в россии училась именно как движок хор сначала закончила не городским музыкальный колледж потом консерваторию и поскольку хор в россии имеет три последования знакомства классическим вокалом и это постановление голоса в полном смысле этого слова назвать нельзя может быть только исключение академии хорового искусства имени попова но и то немножко шапочка от моих друзей но я точно знаю что там лучше обстоят дела с аккаунтом консерватории для дирижеров но может быть я ошибаюсь вот и поэтому как будто и вокалистом я стала в 24 года когда переехала в Германию опере и собственно начала учиться здесь на бакалавра в Дрезденской школе музыки в Дрезденской школе музыки вот поэтому впечатления даже в сравнении я могу это сравнивать исключительно со слов моих учеников ребят которые приходят ко мне на консультации моих друзей но сама лично я не проходила такой опыт образования именно классическому вокалу в полном смысле в России и за рубежом вот поэтому какие то такие у меня наблюдения есть конечно отличается очень сильно то есть из того что бросается в глаза и то что я могу сказать наверняка это конечно же подход потому что в Европе подход более мягкий я бы даже сказала если человек более уважительный к ученику к ученику в целом я могла бы сказать что это отношение на равных не говоря уже о том что в Европе в принципе принято говорить на вежливое ты ну то есть чтобы вы понимали в немецком языке есть такое же разграничение как и в русском языке тоже есть вы тоже есть ты и для меня это было очень странно когда я говорила со своими сестрами когда меня попросили вот поэтому в общем какое то такое вежливое ты это было для меня конечно да интересно вот а так да наверное самое основное отличие что более уважительное отношение к ученику более более тонкое понимание что именно нужно этому ученику а не диктатуру так скажем преподавательского метода который существует очень часто к сожалению в России сколько я знаю да ну там даже более критические случаи когда кто-то кого-то бьет оскорбляет и так далее но это совсем наверное экстремальные случаи я надеюсь что они не так чисты хотя нам тоже рассказывали что это часто бывает да можете рассказать как проходил процесс обучения может быть что-то что вас поражало всегда что вам больше всего нравилось или что наоборот не нравилось именно на бакалавре и на мастере в Германии да и может быть немножко обучение на мастере и на бакалавре да конечно что-то тоже да хорошо то что меня больше всего удивило это вот как раз скорее всего подход который был со мной абсолютно рад потому что в Московской консерватории я привыкла что на профессора я смотрю конечно же снизу вверх и то что профессор это бог и царь и ему в общем то нужно подчиняться фактически во всем вот и беспрекословно в плане музыки ну наверное наверное все таки вот это мне больше всего поразило в Европе и я знаю что это поражает на самом деле всех русскоязычных ребят так или иначе из Белоруссии из Украины из Казахстана такое вот отличие то что человек сам себе составляет план в принципе учебы не так много как в России то есть в России у меня было в консерватории прямо вот ну как у всех по три лекции в день потом еще позаниматься нужно потом еще там на хор сходить а здесь в самом деле очень много сам себе и даже самый задружный третий курс бакалавра здесь в Дрестоне был у меня достаточно легкий потому что мне было с чем сравнить в России и даже колледжская нагрузка она ну не сравнится российская с немецкой конечно у нас в России намного тяжелее надо сказать проходят учебы и намного больше предметов потом в Германии меньше теоретических дисциплин для вокалистов это то что я заметила несмотря на то что у нас в России конечно тоже для вокалистов нет например полифонии которая была у меня в дирижонском курсе но в то же время в Германии сольфеджио которое называется таким общим словом виробельдинг там включено все подряд то есть немножечко из полифонии немножечко из сольфеджио немножечко почитаем с листа немножечко поиграем там цепочки всякие интервалов и аккордов и в целом ну вот такая вот штука происходит происходит сколько один раз в неделю я бы не сказала если честно что от этого есть большой толк ну то есть по крайней мере по дрезденской кукшуре я заметила что явный недостаток теоретического образования у ребят ну то есть просто народ не совсем готов к тому что впереди реальный мир реальные прослушивания и там например вокалистам дают читать с листа а как читать с листа если читать с листа не учат например ну то есть мне с человеком как человеку с русским багажом это было легко но до сих пор если честно у меня такой вопрос и к моей кукшуре родной и к ребятам которые со мной выпустились откуда откуда им научиться вот умеют они или нет я если честно не знаю ну а может быть вы с кем-то общались с коллегами что они отвечают где они научились как это вообще умение чаще всего это именно learning by doing так скажем то есть обучение в процессе обучение обучение в процессе дел и поскольку в германии нету как таковые такой системы структуры музыкальной школы как у нас в россии что вот можно сходить и фактически бесплатно учиться все себе и потом получить бумажечку с которой поступаешь в колледж в германии все таки очень много базируется на частных уроках а если это музыкальная школа то она при консерватории при хокшуле где соответственно подготовка тоже более серьезная но таких ребят мало то есть в основном у меня однокурсники это выходцы из каких-нибудь детских коров или ребята из музыкальных семей сами или у кого-то был музыкант поэтому в общем такое вот семейное образование но на мое удивление никак не систематическое то есть нет такого что систематическое детское образование музыкальное где прям вот учат интервальчики читать аккортики строить такого конечно вот нету к сожалению очень интересно не знала о таком а такой вопрос еще вот я тоже училась в магистратуре в Берлине у нас было обучение бесплатное ну то есть платишь семестровый сбор за семестр в принципе оно бесплатное то есть семестровый сбор я объясню это туда входит билет на проезд на полгода и по-моему пользование библиотекой и какой-то там еще взнос небольшой для профсоюза то есть можно сказать что бесплатно потому что это все идет на ваше благо а что от вашего обучения тоже бесплатно да вы знаете относительно Дрездена к будущим абитуриентам и студентам у меня из России имеется в виду у меня к сожалению плохие новости потому что вот с вот этого года точнее как с этого с 2021 насколько я помню может быть с 20 для студентов которые только-только приезжают учиться теперь учеба стала стоить 2000 евро в семестр что как бы очень и очень много вот для меня эта учеба стоила потому что я поступала в 2016 году для меня эта учеба стоила 274 по-моему евро в семестр и до сих пор вот до конца учебы ребята которые как бы начали учиться по старым ценам они по старым ценам и продолжают учиться вот и что собственно конечно и логично вот но новые ребята насколько я знаю из России так точно про Украину Беларусь и Казахстан надо уточнять но вот новые ребята к сожалению должны платить сейчас очень много и на бакалавре и на мастере очень сильно понижает рейтинг нашей Дрезденской хокшули так скажем в лице ребят которые вот хотят поступать в Германию к сожалению увы и ах но вот так вот цена вопроса слишком велика то есть то есть вы хотите сказать что это только в этом учебном заведении а у других вообще в Германии очень сильно да в Германии очень сильно зависит стоимость обучения именно от федеральной земли в которой вы учитесь потому что я точно знаю что в Лейпциге например обучение но например в то же самое в Берлине обучение до сих пор намного дешевле есть много федеральных земель которые вот собственно фактически бесплатно потому что 274 евро вместе с проездным это бесплатно ребята чтобы вы понимали в Германии вот фактически бесплатно можно поступить таких хокшуль очень много но их нужно просто смотреть то есть нужно взять листочек и смотреть сайты хокшули и выписывать прям вот отдельно что где стоит потому что везде все очень разнится каждая федеральная земля у нее каждый это свои правила свои законы да это хорошо что мы объяснили потому что кто-то послушает нет не бойтесь на самом деле надо просто разбираться и к сожалению в Германии это немножечко усложнено правда тем что вот каждая федеральная земля живет немножечко своим таким культурным миром поэтому нужно быть внимательным и рассматривать каждую хокшулю в отдельности в отличие например от той же самой России где у нас есть общий свод правил например по консерваториям где немножко разнятся требования так вот кстати хорошо что мы затронули эту тему потому что следующим вопросом хотела бы как раз спросить что нужно для поступления то есть наверное из стран не относящихся к Евросоюз я думаю так мы обозначим вопрос не прямо именно для российских да просто наверное для всех то есть говорите о своем опыте но естественно каждый человек должен проверить свои испытания да 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 требования на бакалавра после того как вы закончили например колледж где-нибудь в русскоязычном мире будут для вас не сложными и возможность поступить очень-очень высокая потому что на бакалавре оцениваются не только голосовые данные но и оценивается общая музыкальность бакалавр это самая первая ступенька перед точнее в профессиональный мир здесь у немцев нет такого понятия как колледж у них есть беру с шули но это немножечко другое то есть это тоже подготовка так скажем к профессиональной жизни но она не дает вам право преподавать например дает право преподавать наш колледжеский диплом и ребята в 18 лет уже по сути выпускаются ну специалистами которые могут идти куда-то работать я сдавала 4 экзамена первый экзамен был вокал там нужно было спеть по-моему две песни на немецком языке одну арию и кажется было небольшое собеседование насколько я помню собеседование было да на немецком но собеседование было очень простое и поскольку я очень плохо говорила по немецкому когда поступала поступала в Дрезден и у меня был где-то у меня ну наверное в начале А2 то я смогла сказать только то что я родилась в Нижнем Новгороде меня зовут Аня и моя дата рождения 29 августа 1929 года потому что я перепутала я перепутала числительные в немецком языке там наоборот поэтому они все очень посмеялись сказали о как вы хорошо сохранились вот в общем то да так выглядел экзамен по вокалу все проходило в один день потом это знаете как квест определенный ты прошел экзамен по вокалу тебе ставят галочку ты идешь сдавать дальше остальные экзамены вот потом был экзамен по фортепиано нужно было сыграть две пьесы разнохарактерные потом было сольфеджио там был небольшой набор секвенций которые нужно было сыграть просто сыграть и объяснить что это за аккорды потом нужно было на слух определить интервалы определить легкие аккорды легкие аккорды то есть это тоник субдоминанта доминанта с обращениями и вводный но это был так скажем левел ап это было сложно вот считалось сложно я имею ввиду и играли мелодию нужно было голосом повторить мелодия очень простая однотональная вот и потом еще а потом еще был экзамен по сцен речи там нужно было подготовить монолог на немецком языке и стихотворение на немецком языке вот скажите вы сказали что английский немецкий у вас был не очень хороший как же потом учились а тогда еще было то правило в германии и вообще во многих хокшули в частности в древской хокшули что можно было поступать без сертификата по немецкому языку немножечко просто говоря на немецком и за первый семестр сдать на B2 и собственно чем я и занималась когда я поступила я говорила еле-еле душа в теле вот потом я пошла на подготовитель лето у меня было три месяца чтобы подготовиться за лето я сдала не сдала а подготовилась просто на хороший такой B1 и потом за полгода что я жила в Германии у нас были курсы мы за них тоже платили отдельно и в общем то да за эти полгода я сдала на B2 но на самом деле это был очень легкий экзамен то есть я бы не сказала что это реальный B2 который люди вот получают например в Киот-институте или где-то еще это был такой лайтовый экзамен нашей хокшули где очень милая бабушка божья дуванчик принимала очень милый экзамен который был собственно очень легкий его фактически все сдали ну то есть надо было постараться чтобы не сдать но это как бы от хокшули конечно зависит на мастер-экзамен на мастер-экзамен это в основном вокал плюс еще нужно подготовить монолог на немецком языке и вот там уже требуют чаще всего сертификат на B2 сразу же то есть на мастере когда я еще училась на бакалавре мастерам можно было сдавать первый семестр я уверена что в какой-то хокшуле наверняка тоже так до сих пор можно делать но вообще все требования которые я сейчас знаю до сих пор везде уже нужно иметь бумажку B2 обязательно чтобы поступать в магистратуру немецкую на оперный вокал вот но конечно голос играет определяющую роль в этом всем деле то есть даже можно не очень хорошо говорить по-немецки потому что B2 это все-таки такой переходный уровень и у кого как идет то есть кто-то хорошо слышит и понимает но до сих пор еще не разговорился или кто-то хорошо пишет но там ну в общем разные у людей бывают способности и это нормально абсолютно поэтому самое главное это конечно хорошо спеть и самое главное это кстати произношение в немецких ариях и в немецких лидерах которые вы приносите на экзамен то есть даже если вы плохо говорите по-немецки произношение извольте сделать очень хорошим это то что ценится и показывает ответственность поступающего в перед комиссией и перед самим собой когда он подготавливается к вступительному то есть интересно очень я знаю что у вас есть да как же это лучше назвать гайд наверное так скажем да потому как правильно произносить немецкие звуки вот поэтому можете что-нибудь какой-то пример может быть привести а потом кому интересно они к вам зайдут да у меня есть книжка для по немецкой вокальной фонетике это 50 страниц теории и практики так скажем я там добавила очень много музыкальных примеров специально из вокальной литературы из немецкой вокальной литературы чтобы было сразу же наглядно понятно как вообще это все употребляется дело в том что немецкий разговорный язык и немецкий вокальный язык как в целом любые любые языки они очень сильно отличаются и моя цель была создать именно книгу брошюру для вокалистов которые возможно совершенно не говоря еще на немецком языке могли бы прочитать ее и сами научиться аналитически подходить к немецкому тексту и может быть даже самостоятельно читать и понимать основные принципы немецкого произношения именно в вокале вот из конкретных примеров это наверное это наверное звук это наверное в принципе как петь в высокой тесситуре любые гласные потому что в немецком языке очень ценится четкость гласных и например у нас нет русского такого но узкое эй и открытое они очень сильно отличаются и например если сказать вместо зейен видеть зейен это будет совершенно другое слово и вас не поймут это отчасти проблемы акцента и проблемы фонетики но даже легкому сопрану на какой-нибудь не знаю сибе второй октавы спеть эту и четко и понятно чтобы не смутить немецкую публику вот потому что немцы конечно ребята придирчивы надо скажем надо сказать к произношению вот поэтому все секреты так скажем я выдавать не буду потому что их слишком много и это потребовался бы отдельный конечно эфир или даже больше но в общем то да вот такая вот есть у меня книга которая сделана специально для вокалистов которая облегчает жизнь людям которые чуть-чуть говорят на немецком а может быть и вообще не говорят но очень хотят грамотно петь и хорошо звучать на немецком профессионально это книга для профессиональных вокалистов от себя скажу что я чуть-чуть подсмотрела в эту книгу потому что вы делились с моей подругой из Украины я чуть-чуть подсмотрела книга очень красивая все ваши книги очень красивые очень все понятно мне очень понравилось я буду читать если вы не против спасибо конечно я вам вышлю отдельный экземплят очень хорошо спасибо так и хочу такой вопрос задать мы тут обсуждаем как певцам поступить на учебу в Германии но скажу как вы думаете реально ли певцам из России сейчас поступить вот только и все во многом это не вопрос дискриминации я вам сразу скажу потому что мне очень много задают этот вопрос в директе я вам сразу скажу что очень много когшули в том числе моя когшули в 위에 присоc вел специальное письмо от ректора и вообще в принципе от ректората что чтобы русские студенты не переживали что дискриминация в хогшуле неуместна и то что они не поддерживают дискриминации русских студентов по национальному признаку и будут относиться к ним так же, как и относились раньше. И, в общем-то, да, вот такое вот письмо поддержки пришло мне на почту в самом начале этого семестра, как и всем моим друзьям из России. Я знаю, что в других хокшуле, да, тоже пришли такие письма. Знаете, скорее, это вопрос визы. Это вопрос именно вот такой вот бюрократический. То есть это не вопрос того, что вас не примут или будут ущемлять в немецкой хокшуле по вашему национальному признаку. Это вопрос именно, сможете ли вы выехать из страны. Как вы выйдете из страны? Ну да, то есть на что будете жить? Как будете менять евро? Вот скорее вот такие бытовые вопросы, нежели чем дискриминации. Да, сложно. Ну, вот я знаю, приехали, все-таки у меня знакомые, приехали студенты из России, они ехали, конечно, летели через Стамбул. Это заняло очень долго, можно сказать, целый день, потому что там были присадки, и они пытались купить дешевую лестницу. Все-таки это возможно. Да, да, это возможно, это сложно, но это можно. Сейчас уже визы начали выдавать, вот, и в общем-то, если вы едете на учебу, то я думаю, что и с немецкой визой, возможно, у вас что-то получится, ну, или с французской, которая сейчас выдает, тоже итальянцы выдают. Так что можно, конечно, найти какие-то выходы, и я знаю ребят, которые вот сейчас вот поступили на вот этот вот летний семестр и тоже приехали, и уже начали учиться. Так что, несмотря, конечно, на те огромные сложности, которые сейчас мы испытываем с учебой, и вообще с тем, чтобы пробраться в Европу, все-таки это возможно. Вот. Мне кажется, человеческий фактор здесь играет, конечно, основную роль, это самое главное, что нет... Ну, я не скажу, что нету, но на официальном уровне запрещена дискриминация, и в целом это не поддерживается, я бы вот так сказала. Сразу вопрос. Мне кажется, у вас тоже это было, блокированный счет. У меня тогда еще не было, я просто оформила конт, конт это, так скажем, карточка, которая, да, основная карточка европейская, которая обязательно оформляется, без нее вообще никуда. Это не виза, не мастер-карта, это прям вот отдельная немецкая карточка. Вот. И я тогда не делала блокированный счет, я просто положила эту сумму, тогда это было, по-моему, 8000 евро с чем-то, и я просто жила на них весь, как бы, свой первый год, но сейчас я все больше и больше слышу, что в данной ситуации, да, требуют действительно блокированные счета или заверенные счета в российских банках, но это очень сложно, на самом деле, сейчас. То есть лучше, конечно, это все в евро, и лучше, конечно, на фонты иметь. Вот. Но, в общем-то, да, я на самом деле сейчас очень сочувствую ребятам, которые поступают в Европу. Ситуация, правда, незавидная в плане бюрократии, в плане денег. Да. Вот. Но, так скажем, дорогу осилит идущий. Я надеюсь, что у многих, кто мечтает учиться в Европе, все равно это получится, несмотря на все сложности. Да, будем надеяться. Конечно, есть здесь стипендии, но мы об этом пока не будем рассказывать. Вы сами изучите этот вопрос, дорогие наши зрители. Это будет, может быть, в следующем эфире, пока мы не планируем об этом рассказывать, но все возможно, все есть. Очень много возможностей разных. Хорошо. Давайте тогда обсудим следующий. Тоже очень интересный вопрос. Поиск работы. Это, наверное, да, самая главная тема. Анна очень много пишет об этом. И, конечно же, очень интересно, потому что это не такая простая днейная история, что пришел, прослушался, победил. Нет, все не так легко и просто. Вот расскажите немножко. Начать с того, что в целом вокальный мир, это, конечно, такой очень интересный мир в плане входа в профессию. Я об этом очень много просто рассуждаю в последнее время со своим мужем и со своими друзьями. Вот. И в вокальном мире, как, наверное, нигде больше в музыкальном мире ценятся именно ваши природные данные и то, вот чем вас просто наградила матушка природа с самого начала. То есть даже не ваше старание, не ваше знание языков, не какие-то другие вещи, которые тоже очень нужны в профессии. Но вот именно природа. И тут нужно, как мне кажется, хорошо отдавать себе отчет, подхожу я вообще для оперного вокала или нет. Это не совсем относится к поиску работы, но просто это очень важная вещь, которую, мне кажется, прям вот стоит понимать при самом-самом поступлении до бакалавра. Потому что у нас в, как бы, в моей хокшуле со мной на бакалавре был не очень высокий порог вхождения, я бы так сказала, по голосам. И набирали ребят с абсолютно разными данными. И понятное дело, что голоса бывают разные, что, как бы, мой голос, например, тоже не подходит для пения Вагнера, и вообще я лирическая мецисопрано, не драматическая, и даже не лирико-драматическая, а именно лирическая, поэтому не петь мне Полину и Орлеанскую деву, к сожалению. Вот. Но все-таки мой голос считается оперным и вполне для него годен, так скажем, презентабелен и по мощности тоже подходит. Но есть голоса хоровые. Это неплохо, нехорошо, это просто нужно узнать и понимать про себя, что вот у меня хоровой голос, и на оперу я просто не могу претендовать по природе. Это обидно понимать, но это не делает из вас худшего человека. Я бы вот так это сказала. И, вы знаете, если немножко отвлечься, я смотрела тут интервью с Николаем Цискоридзе, одно из интервью, и он, как никто другой, очень много рассказывает про так называемую Евгенику в балете, про то, что вот изначальные данные ребят, которые приходят в 10-11 лет заниматься балетом, а у него приходят именно в 10-11 лет в его академию, не раньше, как это принято считать, что именно изначальные данные играют огромную роль. И что Цискоридзе берет свою академию, там пришло 20 девочек, он взял одну, потому что одна единственная подходила. Или пришло 20, он не взял ни одну, потому что ни одна не подходила и ни одна не сможет стать профессиональной балериной, а это профессия. И, в общем-то, да, как говорят немцы, очень много болтает переходить к слову, если перевести по-русски, то поиск работы во многом зависит от того, что вы из себя представляете и что вы можете предложить этому миру. Если это опытная сцена, то, конечно, нужно начинать с поиска агента. Это самое первое, что нужно делать, как мне кажется. Агентства бывают двух видов. Они бывают государственные и частные. Государственные агентуры называются ZAV. То есть по латинице они пишутся как Z, A и V. Вот. И эта агентура, они называются Bundesagentur, то есть агентура федеральной земель. И эти агентуры, они берут туда певцов по локальному принципу. То есть вот я сейчас нахожусь в Дрестоне, и наша ZAV, Bundesagentur, она находится в Лейпциг. Не обязательно в той же самой федеральной земле, но, так скажем, рядышком. То есть они меня не отправят куда-нибудь в Ахен, который находится на границе с Нидерландами. Они скорее меня направят в тот же самый, не знаю, ну, в какой-нибудь Фрайберг или Нойштрелец, который находится значительно недалеко. Это самый легкий способ попасть в агентуру. Посложнее способ, так скажем, следующий левел — это найти себе частного агента. Вот. Для того, чтобы найти частного агента себе, мне потребовалось отправить около 70 e-mail. На 70 e-mail я делала в июле месяце 2021. На 70 e-mail я получила 8 ответов. Из 8 ответов было 6 отказов и 2 приглашения. Я съездила на 2 послушивания, в 1 агентуру меня взяли. Вот так это выглядит. Так что вот. Наверное, как обычно, это очень сложно, мне кажется. Да. Но знаете, к чему на самом деле была моя такая длинная преамбула про то, что нужно реально понимать, чего вы стоите, и про Евгенику так называемую, про то, что я отношу себя к типу обычных певцов. То есть я не обделённый природой человек. Я одарённый человек. У меня есть хороший голос, хороший слух и музыкальные способности. Но в то же время у меня нет природной постановки голоса. И мне пришлось очень-очень много работать, и придётся ещё очень долго работать всю жизнь над тем, чтобы держать свой голос в форме и вообще поддерживать своё ментальное и физическое здоровье, которое будет позволять мне петь. Но тут надо понимать, что есть те, я не знаю, сколько процентов, но я их почему-то всегда определяю как 10% счастливчиков из 100, которые обладают природной постановкой голоса. И просто как понять, что вы тот счастливчик? У вас всегда всё звучит, понимаете? Вот я смотрела интервью с Еленой Никитиной и Василисой Биржанской. И несмотря на то, что у Василисы Биржанской была достаточно непростая певческая судьба в плане того, что она была сопрано, потом переучилась намяться. Но Биржанская, когда её спросила Никитина по поводу того, а как вообще вы становились как певица, она говорила, вы знаете, у меня всегда всё звучало. Ну то есть с 16 лет, вот как я открыла рот и начала заниматься не фортепиано, а вокалом, у меня просто вот, мне не было трудно петь. То есть мне иногда приходилось делать какие-то специальные там трюки для того, чтобы, не трюки, а упражнения для того, чтобы взять ту или иную ноту. Но в целом я открывала рот и я прям вот чувствовала, что вот идёт, вот моё. Вот если у вас так же, как у Биржански, Биржанская, я вас поздравляю. Я очень завидую. Но, к сожалению, тут, конечно, да, много юмора в моих словах, но как бы я думаю, что вы понимаете смысл, что есть люди, у которых априори голос более поставлен и подготовлен к опере, просто по природе. И таких людей берут везде всегда в самую первую очередь. Это не очень справедливо в плане того, что эти люди, наверное, чуть меньше делают для того, чтобы пробиться в этот мир. Мир оперной сцены, я имею в виду мир опер, большой оперы. Но, тем не менее, это так. И это нужно понимать. Это такие вот правила игры, так скажем, в нашем мире искусства. Вот. Таких людей, конечно, берут сразу же в агентуры, таких людей расхватывают, таких людей берут сразу в оперной студии, в очень хорошие. И да. А всем остальным ребятам приходится много работать, много искать, терпеть очень много отказов, очень много неудач. Постоянно держать на плаву свою шатающуюся самооценку, потому что, конечно, ни один нормальный человек, ни я, ни кто-то другой, когда приходит, когда ты отправил 70 писем и потратил неделю на то, чтобы это всё сделать, и когда тебе приходит отказ за отказом или вообще молчание, ни один нормальный человек не думает, что да я вообще супер, я молодец. Это просто они дурачки. Ну, знаете, конечно, расстраиваешься. Конечно, думаешь про то, что что-то со мной не так, что-то я... что-то неправильно. Я неправильный. Нужно иметь хорошего педагога, который вам действительно скажет, что с вами не так. И хорошую самооценку и здравый взгляд на себя, чтобы вы сами могли сказать, что вам мешает, так скажем, в профессии. Вот. Ну и, собственно, да, если переходить дальше к постановке и построению карьеры, то вот, если у вас есть агентура, это, так скажем, входной билет во все театры, потому что в театры вы не можете прийти просто так, постучав в заднюю дверь и сказать, что здравствуйте, я вот Аня Матрионина, у меня хороший голос, возьмите меня, пожалуйста. К сожалению, так не работает. Вот. Можно попробовать, это называется, как называется, инициатива для УКС, но это, в общем, по собственной инициативе, как бы, приходите и вот пишите там письмо, или приходите и кому-то говорите, здрасте, я хочу. Но это, к сожалению, плохо работает. То есть нужно, чтобы у вас был представитель. Представитель — это именно агентура, та или другая, то есть частная или государственная. Вот. Ну и после этого, после того, как вы уже вошли в этот мир, вас начинают приглашать на прослушивание, нужно ездить на прослушивание. Такой вот. Понимаете, то, о чём я сейчас говорю, это именно немецкие агентуры, они иногда отправляют в Австрию, потому что это всё-таки немецкоязычные две страны, которые находятся рядом, соседи, и, в общем-то, после моего прослушивания председателя было в театре Линц. Вот. Я туда тоже ездила, меня туда отправила тоже вот эта вот государственная агентура, которая называется CETAV. Но в целом, да, это по Германии. И это вообще такие локальные вещи. То есть это очень хорошие. Вот. Поэтому, в общем-то, да, такие вот такие вот такие вот информации по Германии. Собственно, по образу своими сказаниями. Да, я тоже слышала, что в Германии больше всего театров, поэтому здесь так всё сюда стремятся хотя бы в каком-нибудь, хотя бы маленьком. В Германии больше всего театров, понимаете, в Германии. В Германии хороша правда тема, что она на любой вкус цвет, я тогда сказала, потому что вы, если большой город, не слышали много больше лет, были весь маленькие города. В Германии в Германии в городах. Там здорово, там замечательно, там тихо, там в Германии. В Германии в то же время были специальные пиццы, которые тоже очень мешают в Германии. Которые, ну, если я тоже пояснила, я послушивалась не самые большие театры. Вот это не было бы, я вообще что-то, который, я послушивалась небольшие театры, которые всегда не боятся. Ну, то есть, чуть поменьше, да. Вот. И там было, ну, каждый раз там было около 50-50 человек. Вот. Вот это 50-50 лет. И, как вы понимаете, да, всё там, всё там, всё там, всё там, что есть. То есть, нет такого стереотипа, чтобы понимать все, что они не знают, какие-то, что они знают, что они знают, что они знают, что они знают. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, тогда про резюме. Мы что-то про него забыли. Куда его отправлять? Зачем оно нужно? И так далее. И как проходит прослушивание, наверное? Что важно читать? Что важно читать? Ну, это важно знать. Ну, это, ваше лицо, пока у вас ещё не знаю, чего будет. Это такая интересная штука, которую, вроде как, все знают, что это нужно иметь, но никто не знает, как у вас должно быть. Поэтому, этот счёт, сразу же сказать, прошу прощения, для нас рекламу. Если кому-то это связано с моей стороны, то у меня есть тоже парень, потому что я чувствую, что у нас необходимость в этом, понимаете? Я сама в этом говорила себе, не понимала. Я искала, как в интернете, что у неё просто недостаточно. Поэтому я, собственно, создаю свои продукты, потому что чувствую, что в этом неизвестно, неизвестно. И резюме – это такая вещь, которая рассказывает о вас, пока ещё с вами не нужно находиться. Она должна быть структурной. Я чувствую, что резюме в коммерции. Что значит, что это?